Уважаемые дамы и господа, Уважаемые предыдущие предыдущие, Наполеон провел в Москве 35 дней и 35 ночей. Из них в общей сложности 30 дней, весьма знаковое число – 32 ночи. Напомню, что первую ночь в Москве он спал ночью из округа, в одной из фактированных аргументов. Вместе французский император находился в Кремле. Кажется очевидно, что Наполеон рассматривал московский Кремль как «Маяк». Во-первых, в качестве дезоделли, которая могла обеспечить безопасность между руководством перед армией. Во-вторых, это ведет в величие важнейшее символическое и значительное своего рода духовное святоточие русского народа сердца Российской империи. На подобную роль, у меня представления Наполеона считали своим долгом указать все и по крайней мере почти все акты, описавшие о периоде московского поселения французского императора. Насколько это справедливо. Попытаемся реконструировать обстоятельства пребывания на Украине Московского императора. 4-й стой. Кремле изначально оказалось изверточено всех пехотов старой императорской гвардии, которая должна была обеспечить его охрану и поддержать строго оборудования. Но то и другое удалось сделать очень непросто. Обреки строжайшим приказом, группы солдат старой гвардии, после начала октября, постоянно поднялись тогда для участия в разнообразных пробежах, были случаи проникновения в нем русских. Толь гвардейцев мало отличался от того, который был в ней власть. Вот к примеру приказа 23 сентября высушили заходность экономира третьей пехотной гвардейской дивизии и пехотной гвардии. Убертов, маршрутов, бюрок. Оживленность сетовал на то, что, несмотря на повторные запеты, солдаты продолжают отправлять свои нужды во все пункты, даже подробно не императоры. Под какими же опытами они свои нужды отправляют? Пятый слайд. Перечислить и теперь императорский дворец в договорах располагался на поле на высшеме гвардейской императора. Покой императора, это смотришь и подробно описал нам его сэнтони. Это был огромный закон, разделенный на две части, как карнизов, поддерживающийся двумя колоннами. Залон был даже почерневший от времени позаботой. Рядом в зале отделенной перегородки была расположена спальня, окна которой выходили на нас дворец. В спальне возле стены, противоположное окно, был небольшой бюрок, цилиндрическая форма, рядом с которым стояли три, экраны зеленого шелка. Наполеон часто съездил на этом бюро, когда читал и написал. В причем из всего пребывания консульского императора, на этом бюро лежал небольшой дом, золотым обрезом, перечет из барона, история Карла 12-го года. Читал и император, находясь в дюмиле в Кавальтере, в свое время обучение, попытался объяснить, что я именно был читать этот павильон во время тумбани канадского года на нем в Альтаре. Не буду останавливаться от отробностей, результаты бобытых консульского историка оказались очень мистичными. Сейчас прислали. Так это было обычно заведено. Наполеон с раннего утра был уже это заработать, затем он завтрак. Завтрак у Наполеона собиралось несколько человек, определенно часто попал за завтраком в Верхе, на Горне, в Верхе, во времена ПСН. Торгенец высказал, что утренняя встречная павильона совершенничная армия администрация происходила с 9 до 12 часов грамм. Седьмой статьей. Следующий. В высшей части снях в Верхе, на павильоне было занято 2 армии, однако, после помойки генератора генератора не раз приезжала с Тюня. Выезды состоялись с 22-го, 30-го сентября, затем 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 9-го октября, а также 15-го октября. Наконец утром 15-го октября произошел окончательный выезд французского императора из Московского Кремля. Возвращение наполеона к генератора с поезда чаще всего происходило в 10 часов вечера. Затем император спал на часа, после подавали обед, думая, что это происходило примерно в 10 часов вечера. Обедом в императорский дворец 3-4 раза в неделю собирался высший генератор и, как писал Талинпург значительные за два раза. По слову Сибиро, Наполеон старался обрадить триеры, проводимые за столом, делал бесконечные разговоры, которые продолжались после обеда. Талинпург вспоминал, что император упорно рассуждал в ходе этих беседах о хорошей погоде, о том, что французская Ания проведет зиму в Москве, а про это объединенные уздавшие говорили, и, наоборот, во обважение бьет польский казак, достойный, по его мнению, за переговоров. Император заявлял также на все услышания о своем проекте немедленного движения на Кукузе, чтобы обвозить его и дать, наконец, забирать. Много говорил о подходе резервы, о скорой успеху на плене рассуждал об Австрии как о государстве, стремящемся сдержать москва полосок. Наполеон был уверен, что, благодаря его слушателям, эти рассуждения непременно будут рассуждаться все. Иногда по вечерам император играл в карте 20 администра. Два дня императора был известный кастер-карпиньо, Сопрано. Это происходило, вспоминал Калинпург, во внутренней покойке и продолжалось не более полчаса. Среди слушателей были только офицеры двора императора. Следующий слайд. Согласно Сигеуму, незатолго до выхода из Москвы, Наполеон потратил три вечера на составление устава Коммунии Франции, содержащая 87 статей. В тот самый день, 15 октября, когда Наполеон закончил работу над текстом этого знаменитого московского еврея, состоялся примечательный разговор с Дармономом. После довольно долгих рассуждений об искусстве театральной трагедии, Наполеон обратился к личности Петра Великого, продемонстрировав при этом не только знания русской истории, но и неподвижное восхищение российского государя, который именно здесь, в Кремле, будучи 20-летним лицом и мечтая о величии России, бросил из-за правительницы сроки и всему прежнему укладу жизни. Затем, в ответ на руки и заявления на Антона по поводу суровости русского климата, благодаря которому Пётре одержал победу на шведах, император заявил, что не повторит ошибки Карла XII, и у него еще достаточно времени возвратится на зимние квартиры, веке и больше. Я чувствую, что Париж меня призывает, заявил Наполеон. Поразительно. Несмотря на заведение Каина на основании от Парижа Кипре, который в октябрьском зоне отписал Наполеону, что император управляет Францей, с развалием Москвы так же надежно, как он управлял из Варшавы, 23 октября, когда Премь покидали последние французские части, французская столица будет на несколько часов загвачена генералом Мадонского. Следующий слайд. Ночью Наполеон обычно продолжал работать. Кастелян записал дни 5 октября. Он работает всю ночь. Мосты прав рассказать часть дня. Однако, иногда он привлекал и щитности. Один из французских императора, Анжели, беседов с Кастеляном передней кредитной императора, поведал ему о том, что Наполеон вскоре после прибытия в Москву сказал, что он все вечера зажигал грех. Следующий возле его окна с тем, чтобы солдата восклицать. Смотрите, император несколько дней, не ночью. Он работает постоянно. Напомню, что товарищ Сталин, будучи в Кремле, приказал делать то же самое. Правда, сказать, объеме разнообразия вопросов, которые приходилось решать императору в Москве тысячеля. Помимо текущих дел, связанных с устройством армии, Наполеон утешал семьи погибших военачальников, проявлял закон о погорельцах, прежде всего, конечно, московских иностранцах, устраивал домашние дела, занимался вопросами цензуры, встречался с русским индусом, борел с визанкурскими и так далее, и так далее, и так далее. Зашлось время озаботиться и сохранность квартир облачного департамента Кремли. Немало времени отнимали у Наполеона дела международного характера, о чем свидетельство игрой переписка с министром иностранных дел Франции Море, который находился в этот период в Кремле не видно, дабы быть ближе к императору и театру военных действий. Регулярно получал Наполеон информацию о настроении в Парижа. И для того же в этот сюжет хочется процитировать Ленкура, который написал о деятельности Наполеона в Кремле так. Он работал в леске и исчез ночь. Он управлял Францией и руководил Германию и прочее так, как если бы находился в Кремле. Каждый день со статетами приходили донесения и отправлялись в река, задававшие направление Франции в Руку. К началу октября, когда было выяснено место нахождения Армии Кузова, Наполеон занесал укреплением Кремля. Этим он преследовал по крайней мере инфекции. По первому император пытался продемонстрировать неприятелю готовность остаться в Москве, надеясь тем самым убедить русских поторопиться с переговорами элиты. Во-вторых, в случае возможного выступления основной силы армии из Москвы, либо с целью отбросить грузов, либо с целью создать для этих войск угрозу, Наполеон должен был обеспечить оборону силами небольшого гарнизона, укрывшегося закрывшегося закрывшего укрепления. Наконец-то следует полностью исключать и возможность того, что при общем армии на земли квартиры, Наполеон не попытался бы сохранить за собой Москву, оставив в хорошо укрепленном кемле относительно аналогичным корпусом. 30 сентября будет Наполеон приехал на коне пространства внутри из оружия Кемля, что дало ему возможность представить определенную работу. Утром 1 октября император отдал перед тем приказ на предмет вооружение на службе ЦТД. 12 октября в течение 1 и 2 октября должны были занять позиции на башне Кемля, и Наполеоном дал совершенно определенное указание где именно должны были находиться уроки. Одно уроке расположилось в Болевинской башне, одно на Бодозводной, два на Тайнинской башне, одно на Викимишевской, одно на Константинной Иринской, одно на Спавской, два на Никольской, одно на Угловой Арсенальной, Следующий слайд, слайд, пожалуйста. Два на Тайнинской Эти 13 орудий могли в случае необытности из тех, были по всей окружности стен Кемля, целиком и планкиные. Помимо этих 13 орудий предполагалось разместить и были размещены для обороны еще 18 рубли. Следующий слайд, для этого слайда. Кстати, среди прочих приказаниям по поводу укрепления Кемля пришлось разрушить некоторые мешавшие обороне сооружения, я их пометил вот линиями там получается с восточной и западной стороны. Четверо ворот были открыты, я их обозначил вот как бы это сказать, да, своеобразными так сказать, да, штрихами. Далее количество орудий расположенных на башне Кемля тоже помещено, тоже здесь видно. И прочего Наполеон выпил еще старые земляные люнеты, зараженные еще во времена Петра Первого, они с северо-западной стороны Кемля. Те же ворота, которые были открыты, они были упреплены палисадом, в этих палисадах были поставлены на руле, но открыты для того, чтобы можно было свободно девушку в случае необходимости. Их спаские ворота были полностью запалены, и, так сказать, их нужно было защищать. Кроме всего Польши, Наполеону уже помогал еще разрушить Ра Василия Уваженного, который, как известно, назвал мечетью с многочисленными ненавидами, но, слава Богу, он от этого намерения отказался. Все странные работы были реализованы, однако на практике оказались излишними. Русское командование не было оригинал заблуждения насчет возможной зимовки Наполеона в Москве. Более того, при выдвижении французской армии окологии, оставшийся в древле французский гарнизон, влядлись снова показать длительное сопротивление русских. Поскольку все, почти все орудия, размещенные на стенах экипажа, были связаны оттуда и двинцы с основными силами Наполеона. 18 октября, когда было получено из действия русской атаки авангарда у Рады у Янкова, Наполеона дает приказы о немедленном выступлении армии из Москвы. Сам он собирался выйдать из Кремля вечером 18-го, однако, вести часам было объявлено, что император спит в Кремле. Рано утром 19-го Наполеон успел продиктовать еще несколько приказов, среди которых было письмо министру из Москвы из Москвы. Закупрованная часть которого говорила, что завтра решено взорвать пик. Следующий слайд. В приказе Мактье, который должен был остаться с гарнизоном в Кремле, предписывалось назначить эфирийского шефа батальюна для организации уничтожения Кремля. Окончательному приказу от взрыва Кремля наполеон отдал 20-го октября на 10-е уже в Север-Троице. Согласно приказу, Поваров следовало разъяснить на 7-е башни в Кремле и произвести взрыв в 2 часа вот раз 22-го на 23-е октября. 23-е, а он уничтожен уже в Боровске. Наполеон прониктует 26-й бюллетень, которым он пытается предложить миру из той истории в версии причин взрыва Московского Кремля. Следующий слайд. Это было, по его словам, только ответ примерно на ту татарскую войну, которую ему нарезали русские. Но когда ему предложили сжечь остатки города и уничтожить на 20 евро всего вокруг Москвы, Наполеон, ближе не чувствуя человеколюбие, а хитрорически оказался разлить. Он удовлетворился с аппликацией разрушить только военные объекты, которым, как можно понять, он наносил Кремля. Не нанося при этом вред частным лицам уже и так сильно пострадавшим кто подстрелился в войне. Следующий слайд. Эти заявления, сделанные Наполеоном в 26-м бюллетене, оказали определяющее влияние на французскую минималистику и историографию. В то же время, российские и советские авторы на проте писали и пишут исключительно высшей степени разлабления и разгрожения охвативших наполеона, которому не удалось реализовать своих захватических замыслов. И это исключение составило мнение Сергея Николаевича истории. Где же истина? У каждой нации как нам представляется истинно оказывается своя. Следующий слайд. В большинстве российской версии говорит то, говорит то, что помимо ущерба нанесенного стенами вашего земля, был сошел императорский дворец и донавитая палата, разрушены две сборницы, привыкавшие к колокольни Имана Великого, а также, что в своих приказах Наполеон предлагал предать окну и все оставшиеся в Москве общественные здания, с исключением воспитательного окна. На этом слайде мы видим черные помещенные разрушения, которые были произведены. Большая часть из Синава, башни, которые выходят на Москва-рекун, сожжен был императорский дворец, тут все понятно, донавитая палата, и две сборницы возле Ивана Великого. В пользу же французской донавитации свидетельствуют два обстоятельства. Следующий слайд, пожалуйста. Два обстоятельств. Во-первых, все Кринюрские соборы за исключением высшего порядка и трещины в основании славокольни Ивана Великого не были взорваны и сожжены. Во-вторых, славокольни Ивана Великого в отношении которого поляки убеждали Наполеона, что это было великое русское осветление, имеющее исключительно сакральное значение, так, по-видимому, и этот славокольни был вывезен с древня. Все это создает впечатление, что Наполеон выслал почти исключительно категориями рационалистического и бракматического характера. Он придавал абсолютное значение факторам военными материальными, но не духовными и религиозными, познать которые, по крайней мере, применительно России русским, он и не стремится. Поэтому и московский в основном образом это объект военного значения. Следующий слайд. Этот, казалось бы, частный сюжет насчет пребывания Наполеона в московском премьере, выводит нас на ключевые проблемы истории 1812-го года. А именно, каковы были изначальные представления Наполеона о России и в целом в Восточной Европе? Насколько изменились эти представления под воздействием устоятельств военной кампании? Каким образом складывалась и разбивалась последующая французская традиция в объяснении причин поражения в Великальном русском походе? И, наконец, каковы механизм функционирования исторической памяти французов и русских применительно к событиям 1812-го года. Последний слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание.